В столице начался сбор подписи против возведения многоэтажного здания рядом с бывшей Некрасовской библиотекой на Тверском бульваре. Градозащитники уверены, современный торговый центр разрушит исторический облик места, где в принципе запрещено строить что-то новое. В ситуации разбирался Илья Филиппов. Спросите у любого на Тверском бульваре, а где здесь хоть одно новое здание, именно новое, не найдете. От места, где раньше стоял Пушкин и до Никитских ворот, Тверской бульвар почти в том же виде, каким был, когда в Россию пришла фотография. Но новое здание, очевидно, появится. А москвичи даже не знают, какое. Знает, наверное, застройщик, владелец участка. Этот бульвар нетронутый. Он показывает нашу Москву, к счастью. Приходит какой-то человек, действительно, с пачкой денег. Что здесь было, когда еще не повесили сетку? Единственный оставшийся на виду объект в этом условном квадрате – Некрасовка, центральная публичная библиотека. Она занимала главное здание усадьбы, оформленной в стиле модерн. Ее еще называют усадьбой графини Салтыковой. Вот к бывшей Некрасовке могут пристроить нечто несколько раз больше. По крайней мере, на городском ресурсе активный гражданин проводили голосование. Не все об этом знают, хотя оно уже прошло. За что голосовали? Голосовали за изменения, там очень туманно написано, за изменения в правила землепользования и застройки. Сейчас хотят сделать 17,6 метра. Это где-то 5 этажей, но при желании можно и 6. От этого здания начинается большая бронная. Если смотреть от бульвара по Сытинскому переулку, к Некрасовке примыкали строения попроще. Их уже нет, как и нет известного объекта, который видели даже те, кто никогда не был в Москве. Газоэлектрические часы, мимо которых шел Анатолий Ефремович Новосельцев в гости к Людмиле Прокофьевне в служебном романе. Еще один дом, смотрящий на Тверской бульвар, когда-то типографию народников снесли в 90-х, хотя все владение имело статус федерального памятника. Несколько лет назад Министерство культуры оставило охранный статус лишь за опустошенной Некрасовской библиотекой и уцелевшей постройкой внутри двора. Хотя московские усадьбы 19 века – это неприкасаемая заповедная территория, можно только восстанавливать. Вот наш земельный участок, мы сейчас стоим вот здесь, то есть мы в заповеднике. Тем не менее, Моском архитектура уведомляет, что за объект готовит застройщик. Рынки, магазины на 5000 квадратных метров, банковская страховая деятельность, гостиницы, гаражи и предельная высота 17,5 метров. Есть ссылки на декабрьское постановление правительства Москвы, как это должно реализовываться. Разборка и реконструкция по факту отсутствия историко-культурной ценности и или аварийного неудовлетворительного технического состояния с последующим строительством. А как же исторический облик центра Москвы? Восстановить структуру исторических фасадов по Тверскому, Бронной и Сытинскому. Но как эта историческая форма влезет в объемы бизнес-гиганта? Мы лишаемся типологии усадебной. Мы получаем просто коробку, занимающую угол квартала. Я не берусь судить о его архитектуре, но с точки зрения урбанистической, это будет сооружение, которое в несколько раз превзойдет историческую застройку двухэтажную. Современная история самого узнаваемого центра Москвы. Одного из самых красивых и действительно нетронутых бульваров. Кадр 90-го, очередь в Макдональдс. Она тянется вдоль всей Салтыковской усадьбы. Объектов уже нет. И на вопрос, а что здесь было раньше, велик риск в будущем получить ответ. Да так, очередь. Илья Филиппов, Всеволод Цавичев, Илона Агасиева, Вести.